Уже через неделю начнется лето, ну а вместе с ним, конечно же, долгожданные школьные каникулы, но, к сожалению, не всегда детские игры и развлечения заканчиваются радостно. И как это ни странно, летом детских травм даже много больше, чем зимой, вот так можно сказать. Представьте только себе, ролики, самокаты, велосипеды, водоемы можно перечислять бесконечно. Вот какие же опасности подостерегают детей, мы узнаем у травматолога-ортопеда медицинского центра Натальи Анатольевны Нарышкиной. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Наталья Анатольевна, расскажите нам, какие самые распространенные травмы у детей летом? Ну, одной из очень частых травм у детей бывают переломы. Дети больше двигаются, больше катаются на различных аттракционах, карусели, качели, велосипеды. И, конечно, травма у детей, как вы сказали, конечно, больше. И это переломы, в основном переломы, резанные раны иногда, когда дети падают на какие-то острые предметы. Или раны, которые довольно часто случаются у детей, когда один ребёнок катает другого на велосипеде. И сидящий сзади на багажнике ребёнок случайно засовывает ножку в спицы велосипеда. Конечно, это очень тяжёлая травма у ребёнка. Она сопряжена и с переломом, и с травмой кожи. И когда ребёнок садится на заднее сидение, конечно, надо обязательно его предупредить, чтобы ножки он держал подальше от колеса. Да, надо научить рассказать. Ну, смотрите, а какие причины вообще для таких травм, кроме того, что родители, может быть, не досмотрели где-то? Может быть, есть какие-то другие ещё причины? Есть, конечно, причины в том, что ребёнок не всегда правильно оценивает опасность той ситуации, в которую он попадает. Во-первых, качели. Если мамы нет рядом, и очень часто возникают такие травмы у детей, которые начали гулять одни. Дети, которые пошли в школу, они уже выпадают из-под присмотра во дворе у мам. Они не держат их за ручку, не стоят около качелей. И когда они катаются на качели, они очень часто просто падают с качели, вылетают. Карусели тоже самое, центробежная сила, и деток просто выбрасывает с карусели. И, конечно, надо предупреждать ребёнка о такой опасности, чтобы он сильно не раскатывался. Другие дети, которые будут раскачивать карусель, они тоже должны быть предупреждены, что сила раскачивания должна быть умеренной, а не так, чтобы ребёнок выпал из этих труб. Нужно физику вводить с первого класса, чтобы понимали, что такое центробежная сила. Да, совершенно верно. Это же опыт, это же детство у всех было. Да, детство было. Да, кто-то зубами прошёл детство, кто-то без. Какой всё-таки самый травмоопасный возраст? Это всё-таки или маленькие детки, или уже постарше? У маленьких деток тоже бывают травмы, у очень маленьких деток бывают травмы. Но наиболее уязвимый возраст – это младший школьный возраст. То есть где-то 6-7-8 лет, да? Да, до 10 лет. Когда ребёнок ещё уже ушёл из-под маминого влияния во дворе, мама не гуляет с ним, но он ещё не научился предупреждать всякие стрессовые ситуации, которые могут возникнуть во дворе. Он не оценивает ещё достаточно своей силы, у него маловато опыта, поэтому этот возраст довольно уязвимый. А вот у меня, знаете, какой есть ещё вопрос? Как у мамы, я думаю, как и у всех мам, сейчас одно из любимых детских развлечений – это батуты. Вот мы часто для летнего отдыха по советам друзей, да и по собственному желанию приобретаем батут. Но насколько он полезен для ребёнка, и в каком возрасте вообще можно начинать прыгать? То есть насколько травмоопасен? Батут – очень полезный снаряд, очень. Он укрепляет мышцы спины в первую очередь. Он научает ребёнка ориентироваться в пространстве. То есть он, балансируя на батуте, лучше ориентируется. А если батут большой, то ещё можно найти дорогу домой, потом после прыжка. Он умеет руководить своим телом, учиться в пространстве. Это очень важный снаряд и очень полезный. Но, конечно, начинать ребёнок должен под присмотром родителей. А с какого возраста? Вот самое главное. Говорят же, что есть какие-то мысли по поводу того, что в пятилетнем возрасте ещё рано, наверное. Нет, не рано. Переживает, не рано ли ей прыгать? Вообще, да. Не рано. И это ещё тоже. Чем раньше вообще возраст, когда ребёнок начинает ходить, ребёнок начинает много двигаться. И он таким образом укрепляет свой мышечный каркас. Дети в основном до трёх лет не сидят. Они всё время бегают, они всё время двигаются, нарабатывая вот эту силу. Силу мышечную, чтобы удерживать себя в вертикальном положении. И батут – это очень большое подспорье в этом плане. Но, естественно, это надо контролировать взрослых. Всё, меня убедили только что. Покупаем. Сейчас твой малыш обрагивался. Полезный снаряд. Это правда. Послушайте, ещё мы хотели вас поинтересоваться относительно водоёмов. Ведь это тоже достаточно опасно и травмоопасно. Есть какие-то правила обязательные для детей, для мам, которые нам нужно озвучить сейчас? Ну, кроме того, что не пить из реки. Это важно. Не пейте из рек. Прежде всего, на водоёме всегда ребёнок должен быть с кем-то из взрослых. Потому что вода, насколько она полезна, прекрасна, она настолько опасна. Достаточно одной капли, чтобы ребёнок вдохнул эту каплю, она попала в дыхательные пути и сомкнулась голосовая щель. То есть ребёнок уже не сможет дышать. Паника. Начинается паника. Ребёнку очень немного надо, чтобы он начал тонуть. И если нет рядом взрослого, конечно, недолго до страшной беды. Взрослые должны быть, во-первых. Во-вторых, научите деток плавать до того, пока вы придёте с ним на большой водоём. Есть бассейны. В течение зимнего периода научите ребёнка плавать. И не бояться воды. А вот с какого возраста, продолжая любимую тему Веры, с какого возраста можно отправлять детей на плавание? Потому что я ходил в бассейн, я видел, ну там совсем малыши плавают. Мне кажется, это просто чтобы их занять. Да не тщательно. Нет, чем раньше ребёнок начинает учиться плавать, тем проще ему научиться. Это же и на спину тоже полезная нагрузка, правильно? Безусловно, конечно. Во взвешенном состоянии ребёнок работает всеми мышцами мышечного каркаса. Это очень полезно и очень нужно. И чем раньше, тем лучше. В общем, наши зрители поняли, бассейн надо покупать. А гаджеты на лето отобрать нужно. А тут тоже необходимо гаджеты отобрать, да. И последний у нас вопрос. Если вдруг случилось такое, что произошла травма ребёнка, что нужно сделать в самую первую очередь, что должен знать родитель? Ну, во-первых, если случилось, есть подозрение, что у ребёнка в перелом ручка, ножка, обязательно зафиксировать. Зафиксировать чем угодно. Даже подручными средствами. Какая-то палочка, какой-то пруд, который был. Перебинтовать и зафиксировать, чтобы не было движений. Если это рано, обязательно наложить асептическую повязку. Стерильную повязку стерильным бинтом закрыть, многослойно сложить и забинтовать. Если это кровотечение, большая рана, наложить обязательно тугую повязку выше травмы, которая кровоточит. Ну, если мама сопровождает, то, конечно, она скажет, когда она наложила эту повязочку. Но если нет, вложить записочку, когда наложена повязка. Спасибо большое, Наталья Анатольевна, за полезные советы. Но для того, чтобы кости не ломались у детей и у взрослых, нужно есть кальций, которого много не только в молочных продуктах, но ещё и в овощах.